Всем привет! Не успела команда Навального прийти в себя после закона о штрафах за злоупотреблением правом на митинг? И на тебе, второй сюрприз. За вовлечение детей в несанкционированные митинги могут начать штрафовать. И я тут не совсем понял, а отчего команда Навального так распереживалась? Вы чего там, дорогие единороссы, совсем уже? Вы чего такое предлагаете? Потому что я точно помню, что среди аудитории Навального нету школьников. Там взрослые люди, люди предпенсионного возраста, старики почти. Свободный микрофон, люди фотографируются. В основном люди это старше 30. Вот все говорят, что аудитория Навального это школьники, это молодежь, это студенты. Но посмотрите на этот митинг. Это аудитория Навального. Это люди, которым больше 30-35 и люди предпенсионного возраста. Ну вот, люди предпенсионного возраста, аудитория Навального. Вам-то, собственно, нечего бояться, по вашим же словам. Ну и так, вот, а если кроме шуток, то я слегка запутался в их логике. Запутался я почему. Не так давно проходил марш матерей, и команда Навального его освещала и, собственно, активно поддерживала. Привет, вы смотрите новости на Навальный лайв, и мы в прямом эфире. Сегодня в Москве в 18.30 с Новопушкинского сквера пройдут участники марша матерей. Это будет вечером. Напомню, что впервые об этой акции стало известно еще на выходных. Организаторы призывают всех неравнодушных людей, вне зависимости от пола и возраста, поддержать 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. И важное объявление. Если вы не сможете прийти, то не пропустите сегодня нашу трансляцию с этого митинга специально для вас на канале Навальный лайв. Что уж там команда. Сам Алексей поддерживал эту акцию. И здесь, конечно, нужно просто вспомнить успех, безусловный успех акции под названием «Марш матерей». Это Алексей восхищался этим маршем и воодушевлял свою аудиторию. Да к чему я это все рассказываю? Организаторы этого марша тогда писали. Мы призываем присоединиться к нам всех матерей, которым небезразлично будущее наших детей. Любая из нас знает, что 18-летний человек очень мало отличается от, например, 12-летнего. Что его легко увлечь, обмануть, спровоцировать. В этом смысле подростки и совсем молодые люди в зоне риска, потому что они доверчивые и восторженные. И тут логика предельно ясна. Дети доверчивые, детьми легко манипулировать и нельзя детей использовать в своих корыстных целях. Тут все ясно. Ну а теперь вернемся к закону, который приняли депутаты в первом чтении по поводу вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам, заявил парламентарий. Собственно, логика одна и та же. И там, и там посыл в том, что нельзя использовать детей в своих корыстных целях. И почему-то в одном случае они восхищаются и рукоплещут этим тезисом, а во втором случае у них подгорает седалище, и они кричат, что это давление на оппозицию. А если ко всему этому прибавить заявление о том, что их аудитория это вообще люди предпенсионного возраста, то тут у меня ломается мозг. То есть, почему вы говорите, что это давление на оппозицию, если у вас аудитория предпенсионного возраста? Почему раньше вы выступали за то, что нельзя детей использовать в корыстных целях во время марша матерей, но сейчас вы говорите, что этот закон, который, собственно, и говорит о том, что нельзя использовать детей в своих корыстных целях, вы говорите, что это плохой закон, и это давление на оппозицию. Но почему вы говорите, что это давление на оппозицию, если у вас аудитория предпенсионного возраста? Продолжение следует...